МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости телеканала ОСА. Мы рассказываем, чем живет Ачинский район. Сегодня вторник, 26 сентября. И вот о чем будет наш выпуск. Ачинцы массово отказываются от капремонта целыми улицами. Мы побывали в гостях у бунтарей-отказников. Будет сразу несколько материалов на тему депутата, не дают покоя чиновникам. Горсовет сегодня прищучил мэрию. Все пошли думать и работать. Будет ли толк? А еще расскажем, когда снимут понтонный мост и дадим ответы на вопросы горожан в рубрике «Горячая линия». Ачинцы начали массово отказываться от капремонта целыми улицами. Такого в крае, по нашей информации, еще нет. Пионерами мы тут станем не от хорошей жизни, а от дурных примеров. Третий год идет капремонт, и каждый раз это рубрика «Откуда руки?». Сотни затопленных квартир, затянутые сроки, некачественные работы. А еще жителям предлагают сделать за их деньги ремонт того, чего не надо ремонтировать. Наталья Солодовник встретилась с отказниками и узнала, а кто вообще придумывает этот капремонт. Откуда у нас вот эта сервис в квартире, в подъезде, на дверях. Вот это вот все оттуда идет. Вот человек живет у нас на первом этаже. Это я. Вот. У ней отсюда вода идет под пол. Так же, как с дороги, с асфальта, кругом вода идет сюда. Жители во всем винят давно нуждающуюся в ремонте отмостку. Именно из-за нее под дом попадает дождевая вода и испаряется, так как именно под полом в этом доме проходят все трубы теплоснабжения. Управляющая компания разводит руками. Это можно устранить, но средств у дома недостаточно на текущий ремонт этого участка. А от капитального ремонта жильцы отказываются, не желая переплачивать. У нас вот эта вся разводка идет по верху, по крыше, та, которая должна идти в подвале. Понимаете, у нас нет подвала. А на крыше у нас в прошлом году все заменили, все хламье вытащили, выкинули и поставили новое. Мы говорим, хорошо, сколько срок полезного действия вот этих труб. Может, оно действительно на следующий год бежит. Они говорят, мы не знаем, мы сказать этого не можем. И как нам делать капитальный ремонт опять крыши, если в прошлом году сделали? Зачем нам опять этот капитальный ремонт этих же труб, которые делали в прошлом году? Получается, жильцам предлагают капитальный ремонт инженерных сетей, которые в прошлом году попали под текущий ремонт. И сейчас жители дома 17 хотели бы только частичный ремонт тех труб, тепло- и водоснабжения, которые проходят под основанием здания. Управляющая компания четкого ответа не дает, ссылаясь на фонд капитального ремонта. А вот в доме по соседству у жильцов отношение к капитальному ремонту точно такое же. Сантехнику нам отремонтировала в прошлом году управляющая компания. За счет текущего ремонта все эти трубы поменяли. Так что нам сантехнику, зачем нам через год снова менять? Нам нужно поменять кровлю или хотя бы отремонтировать. Или капитально. Нет, капитально надо. С первого года не ремонтируют кровлю. Вместо капитального ремонта теплосетей, водопровода и канализации сделали крышу, кровлю. Фондом регионального оператора составляется план по капремонту на будущие года. Но мнение управляющих компаний никак не учитывается. По словам Михаила Болоночкина, начальникам ПТО управляющей компании «Сибирь» их ставят перед фактом. Дом попал под этот вид работ? Проводите собрания, уведомляйте жителей. И как показало собрание в этих домах, 61% собственников против проведения капитального ремонта инженерных сетей. Сейчас подпишется протокол с собственниками. И данный протокол мы будем направлять в фонд регионального оператора. О том, что говорить с пояснениями о том, что дом не нуждается. И вот, как сказать, голосование подтверждает наши слова, что ремонт сделан уже сантехники. И будем еще раз просить заменить на другой вид работы. А есть в практике такое, что все-таки делали замену, работы заменяли? В практике есть такое? Нет. Все больше собственников отказывается от капитального ремонта. Из-за некачественной работы подрядчиков, затянутых сроков. Или, как в этом случае, из-за нежелания платить дважды заранее сделанные работы. Мы задали вопрос в фонд капитального ремонта. По каким критериям распределяют, какие виды работ получает тот или иной жилой дом? Ответ получим завтра. Наталья Солодовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. А сразу после выпуска новостей смотрите интервью с директором управляющей компании «Сибирь» Сергеем Мачехиным. Ну а мы продолжаем показывать, как мы живем. Красивая цифра дня. Без 1 тысячи 2 миллиона рублей потрачено из бюджета города на вывоз несанкционированных свалок. Но они не исчезли. 78 человек смогли оштрафовать за то, что валят они мусор, где попало. Штрафов набралось 231 тысяча и 500 рублей. Гораздо большее количество тех, кто гадит, поймать и наказать не удается. Депутаты и чиновники сегодня обсуждали мусорную тему. Мы выбрали самые яркие высказывания. То есть, ну основные места сбора, сборки несанкционированных свалок, они повторяются из года в год. Это поселок Солнечный, городской поселок Мазульский и поселок Строительный. То есть, это основной массив несанкционированных подходов скапливается именно в этом районе. Мы везли 2248 кубов за 1 900 000. Я сейчас взял ручку и прикинул. Получилось 9 800 рублей 1 куб стоит. То есть, один рейс машины до мусорки обратно 16 тысяч стоит. До полигона. До полигона. В 8 часов получается, вы можете на 4 70 тысяч. Это где такая машина? Это что такое за мусор? Я, к примеру, вот даю машину, я сказал, погрузчик на уборку бесплатно. Водитель делает 6-7 рейсов. Так а здесь, это что такое? Покажите эти несанкционированные свалки за такие деньги. Это что-то что? С ума сойти можно. 800 рублей купно. И вместо того, чтобы осваивать такие деньги каждый год, уже предпринять какие-то... Мы же с Костюченко тогда разговаривали на эту тему. Что возможно поставить какие-то фотоловушки, видеонаблюдение дополнительно, видеоконтроль тех мест, которые, допустим, обрубованы в это дело? Мы поставили камеру, через 2 дня ее разбили. Сволочи. Ну что? Еще одну разбили. Надо камеру, а на эту камеру еще одну камеру, Сергей Николаевич, чтобы видеть, что ее разбило. Вот у меня на округе, по улице Гагарина, 2 года уже не санкционированная свалка. И вот статистику мне не надо. Вот хотелось просто, какие методы разработаны или разрабатываются по этим свалкам. Потому что статистика статистика, а свалка как лежала, так и лежит. Как бороться со свалками, чтобы они заново не появлялись? Такое задание чиновники получили от депутатов. Ушли думать и работать. Но вряд ли правильно назначать кого-то одного виноватым в том, что помойки у нас повсюду. И проблему решать надо тоже всем вместе. Мы спросили у Ачинцев, а что, по их мнению, нужно изменить, чтобы город стал чище? Ну, не знаю, еще информирование граждан в возрасте, к чему приводят последствия свалок. Что это и крысы, и болезни. Ну, система штрафов, наверное, тяжело работает. У нас нет столько власти, чтобы каждого штрафовать, ходить, пристрелять. Лучше контролировать, чем штрафы. Штрафы у нас везде. Надоели уже кругом. Это мы ничего не сделаем, пока у каждого здесь кукуня-то не заработает. Ничего не сделаешь. Потому что у нас у людей такой менталитет. Пока не видят, надо свалить и все. Нужно везде плакаты повесить. А может? Ну, не знаю, может. А еще что можешь предложить? Ну, чтобы больше мусорных баков было в городе. Никак. Это народ надо воспитывать. У нас народ невоспитанный. Ну, а как воспитывать лекции? Либо штраф, либо как? А ничего не поможет. Это русский народ. Я так считаю. С Европой не сравнить. Может, сейчас и какие-то беспорядки в Европе творятся и все. Но вот русский человек такой. Вот это здание 546, бывшая школа, будущий садик и настоящий памятник безхозяйственности. Год он уже стоит колом, разграбленный и превратился в хлам. Кто грабил, полиция вроде как ищет, но никого не нашла. У мэрии есть мечта сделать его садиком с ясельной группой. Все, что разрушено, теперь нужно заново сделать. Деньги, сколько понадобится, никто не считал. Но только на охрану и консервацию, по-простому, окна и двери забить от мародеров до конца года, а это 3 месяца, нужно почти 2 миллиона рублей. И это естественный вопрос к чиновникам. А что же раньше они позаботились? И возникает он не только у меня. При передаче ключей визуально установлено, что входные двери в здании имеются, следы проникновения в здание отсутствуют. Над входом в здании отсутствует козырек, основание крыльца обрушено, образовалась яма. Остекленение здания отсутствует частично. Места остекленения, забиты фанерой и ДВП, имеются металлические решетки, частично на окнах. Радиаторы отопления, светильники, лампы, дверные проемы частично отсутствовали, отсутствовал линолеум. Сантехническое оборудование здания также частично отсутствовало. Здание передано непригодным для использования, необходимо проведение капитального ремонта или реконструкции. Передали в июне, а разговор был еще полгода назад. Так надо было полгода назад, наверное, и вести разговор. Если управление образованием, пускай управление образованием забирает, но на себя берет функции охраны, чего там еще. А смысл какой? Там все разграбили, там даже железные двери поснимали, батареи, все-все, теплоузел, несколько окон пластиковых. Нам некуда было эти пластиковые окна даже просто демонтировать, куда-то поставить в те же самые садики, потому что они садики так такового типовые. Можно же было это все? Ну, это просто опять безответственность и хозяина нету. Депутаты уверены, за безхозяйственность должны ответить конкретные люди. Кто виноват и не сделал свою работу, ответы на эти вопросы горсовет затребовал у мэрии. Чиновники снова ушли думать и работать. И еще одна история на тему депутаты не дают мэрии покоя. И самое главное, что ни на одном переезде, ни на Кравченко нет водоотвода. И эти плитки, они проседают. Оно полежало, допустим, в летнее время после дождей, выхлюпало там этот весь щебень или отсев, она ниже опустилась. Тему трамвайных путей подняли не случайно. Депутат Владимир Никулин возмутился. До каких пор Ачинцы будут скакать на переездах, когда в приличных городах уже давно сделано все для людей? Направил запрос в мэрию, потребовал ответа. Когда у нас будет так же? Так совпало. Или это чиновники отреагировали? Но с прошлого четверга проблемный переезд на 63-м начали ремонтировать плитами с площади ДК. Это уже счастье, комментировал тогда директор трамп-парка Сергей Райков. Иначе просто нечем. Завтра рабочие займутся проездом на Гагарина. Цель, перспектива, вообще развитие. Вы считали, сколько стоит один переезд делать? Резиновым покрытием или асфальтом? То есть, чтобы хотя бы ориентироваться на что-то? Мечты. Резиновое покрытие, это не мое. У меня есть, если восстановить этот переезд, просто по минимуму. 282 тысяч я посчитал на Гагаринский. И 85 тысяч на тот, который делали в районе 63-м на Зверевский. То есть, восстановить то, что есть. Ну, в облаках не летать, а реально посмотреть, сделать, чтобы было нормально. Резиновое соответствовало всем нормам. Это же ваша, Сергей Петрович, зона ответственности? Зона ответственности. Именно трамвайный путь. Да. Земляное полотно, которое под ней. Нет, плиты это ваши. Чебеночное основание. Плиты это не мои. И переезды это не мои. Ни в одном городе Российской Федерации, ни в одном городе трамвайное управление не обслуживает переезды. Есть дорожная служба, которая ими занимается. Много жалоб от жителей. То есть, реально сами видим, какой-то сам водитель. То есть, трамвайные переезды находятся. На сегодняшний день мы выяснили, у кого они находятся. То есть, они находятся в городском распоряжении. То есть, АМУП, трамвай свалил на себя в обязанности якобы содержать их. Сейчас город посчитает. Будет какие-то сметные расчеты. И будем дальше толкать. Толкать в плане того, будет понимание по цене вопроса. И будем выходить с предложением принять бюджет. Вы реально считаете, что в городе можно найти деньги для того, чтобы отремонтировать хотя бы трамвайные? Хотя бы один. Я считаю, ключевой 63-й. А потом дальше двигаться, допустим. Политен. У нас два проблемных переезда в городе. Нет, еще на Булной. Ну, на Булной, но все равно более-менее. На Булной, я думаю, что более длинный. Его можно как бы растянуть. У него есть там какой-то резерв, сплит. Он готов его содержать пока сам. Но я думаю, ключевой это вот 63-й Политен. На мой взгляд. Даже если будет цена вопроса 15 миллионов одного переезда резинового покрытия для города, это несущественная сумма. Бюджет на 2018-й депутаты должны принять до конца года. Вряд ли эта сумма найдется сразу. Главное, чтобы не потерялась со временем. ОСА, если что, напомнит. Наталья Сусанина, Иван Суканов, телеканал ОСА. На Дзержинского в районе ПТП появились два остановочных кармана. Их отсыпали отсевом. Раньше там автобусы останавливались прямо на проезжей части. И пассажирам неудобно в грязь выходить, и водителям мешает маршрутка. Сегодня весь день выясняло, кто сделал это доброе дело. Обзвонило несколько организаций и просто хороших людей. Но никто не признается. В любом случае, говорю спасибо неизвестному герою за подарок городу. К сожалению, ставить остановочные комплексы здесь не планируется в этом году. Это подтвердили в мэрии. Ну а сейчас еще несколько новостей коротко. Пантонный мост через Чулым уберут ориентировочно 12 октября. Такая дата обозначена в плане Ачинского транспорта. Хотя сроки могут отодвинуться из-за погодных условий. В прошлом году, к примеру, переправу закрыли позже, 25 октября. Бесплатную юридическую помощь Ачинцы могут получить в пятницу, 29 сентября. Консультации можно получить по вопросам наследства, гражданского, семейного, трудового и жилищного прав. С собой необходимо взять документы по проблеме. Пункт юридической помощи работает по адресу на экране. С часу дня до пяти вечера. Полиция разыскивает без вести пропавшую Екатерину Воробьеву. 15-летняя девушка ушла 2 сентября и не вернулась домой. Была легко одета, вещей с собой нет. Пока поиски опекунов и полицейских не дали никаких результатов. Если вам что-либо известно о местонахождении Екатерины Воробьевой, сообщайте по телефону 02 или 97-130. Кадровые перестановки в мэрии. Новый отдел, специалисты которого будут отвечать за проведение капремонтов домов, возглавит Ирина Сосновская. Ранее она руководила отделом жилищного, земельного и дорожного контроля. Ее место займет бывший начальник Центра обеспечения жизнедеятельности Николай Костюченко. И для него это понижение в должности. Новым директором Центра стал Олег Корзик. Недавно его представляли как замок Костюченко. К своим обязанностям все приступают сегодня. В четверг полицейские начальники выходят в народ. В 6 вечера в 16-й школе пройдет сход граждан. Свои вопросы можно будет задать руководителю ОВД Ачинска Евгению Трофимову, а также его подчиненным. Дорогие друзья, приглашаем вас на открытие легендарного бара ресторана «Шансон», который состоится 6 октября в 8 вечера. Специально для вас в живом исполнении «Звезды русского шансона». Валерий Волошин, группа «Пятилетка» и Денис Мафин. Не пропустите уникальную возможность увидеть все своими глазами. Успевайте забронировать столики. Новый зал открывает свои двери в помещение бывшего ресторана «Кедр». Информация и бронирование по телефону 93379. Сенсация. Самое ожидаемое событие года. 30 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельта» состоится грандиозный международный турнир по боям без правил. Начало. 19 часов. Категория «12+.» Завтра состоится суд по нарушениям в детском лагере «Сокол». Напомню, эта летняя кампания опять прошла со скандалами и ЧП. В начале поллагеря закрыли на карантин по менингиту и ОРВИ, а четвертая смена была сорвана в самом начале. С диагнозом «энтеровирус» были вывезены и взрослые, и дети. Причина и источник заражения инфекцией так и не установлены. Тем не менее, Следственный комитет Роспотребнадзор обнаружили кучу нарушений. После того, как следователи выяснили, что дети заболели из-за бардака в «Соколе», они возбудили уголовное дело. Подозреваемых пока нет, но это вопрос времени. А Роспотребнадзор потребовал закрыть лагерь и наводить там порядок. Собственно, завтра суд все решит. А сейчас несколько ответов на вопросы горожан в рубрике «Горячая линия». А сейчас мы отвечаем на вопросы телезрителей в нашей рубрике «Горячая линия». Юлия живет на последнем этаже в пятиэтажке. Мокнет козырек крыши балкона. Управляющая компания отказывается что-то делать, ссылаясь на то, что козырьками должны заниматься сами собственники. Куда обратиться за помощью? В стройнадзоре по краю говорят, если жильцам не удается договориться с управляющей компанией, то надо писать заявление в службу стройнадзора. К вам приедет инспектор и составит акт, в котором сказано, ваша это собственность или общедомовая. Если окажется, что общедомовая, то специалисты стройнадзора выдадут управляющей компании предписание и установят сроки для устранения проблемы. Заявление можно написать в Ачинске по адресу улицы Дзержинского, 26 Г, третий этаж. Телефоны для справок 5, 30, 49. Либо написать письмо в адрес службы стройнадзора и жилищного контроля по краю. Он сейчас на экране. Наталья купила телевизор в большом магазине. Уверяет, там проверяли, а дома оказался неисправен. Обратилась к продавцу, но там отказались принять технику обратно. Как быть, волнуется женщина. В Краевом обществе по защите прав потребителей объяснили порядок действий. В течение 15 дней после покупки, не позже, нужно написать два заявления на имя продавца с описанием проблемы. Указать свои требования – это вернуть деньги или обменять на исправный товар. В магазине подписать оба экземпляра, но товар пока не отдавать, советует эксперт Михаил Шевцов. В течение 10 дней по закону продавец обязан вернуть деньги. Или 45 дней, если покупатель просит отремонтировать технику. Если сроки вышли, а результатов нет, идите в суд. Как правило, уверяет в обществе по защите прав потребителей, стороны договариваются без тяжб. Ольга спрашивает, почему не во всех школах города введены электронные дневники? В управлении образования нам ответили – отсутствие электронных дневников больше связано с техническими тонкостями. В нашей стране нет такого закона, который обязывает всех без исключения переходить на новый формат дневников и журналов. Поэтому, есть ли у вашего ребенка электронный дневник или нет, зависит от школы, в которой он учится. А если у вас есть вопросы, на которые вы не можете самостоятельно найти ответы, присылайте в нашу группу ВКонтакте, в приложение Viber или на сайт. Мы найдем на них ответы. Это все новости на сегодня. Увидимся завтра, ровно в 8 вечера. Не опаздывайте к телевизору. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok